Проблема заключается в том, что любой предприниматель, который зашел на рынок и занимается предпринимательской деятельностью, так или иначе он связан с налоговой службой. И прохождение одной проверки не защищает его от того, что пройдет повторная проверка, другой период или тоже перепроверят. Поэтому этот начальник налогового подразделения продолжал свою работу и говорил предпринимателю о том, что мы же тебя проверили, нормально указали в акте, но у тебя могут быть проблемы. И вот это стало мотивом того, чтобы вынудить предпринимателя заплатить эти деньги, для того, чтобы в дальнейшем у него не было проблем с налоговой службой, не возникали сложности при проведении дополнительных проверок, при получении справок, которые необходимы предпринимателю для получения кредитов и так далее. Вот на всем этом фоне и произошло вымогательство денег.